Всем привет! Помнишь ли эти ролики, в которых я рассказывала про то, как менялись песни блогеров, начиная аж с 2011 и заканчивая августом 2019? Перед вами продолжение этой эпопеи. За последний год блогеры успели снять безумное количество клипов, поэтому в этом ролике, увы, не будет предыстории. Чтобы узнать о ней, переходи по подсказкам и смотри предыдущие ролики. А сегодня я отмотаю время на год назад и вернемся в август 2019. Ставь лайк под этим роликом и поехали! В том месяце Моргенштерн купил себе Мерседес С-класса. На радость тебе и на зависть остальным. А чтобы зависть была еще более, жгучий записал об этом клип. Как говорится, Охуеть, спасибо папаша, что подарил мне этот рено Логан черного цвета 20 века. Украинская группа ЧП сняла свой первый клип. Вдруг тебе николы не предасть, и на станью сиху завжды дасть. Не знаете, кто они такие? А канал с пародинами клипами четки паться знаете? Вот это как раз и о ней. Ну, на партии, як на своей кровати. Девки, пссс, я ручка. Нету ручки. Вот сучка. Тем временем Руслан Тушенцов и Крэйзи Мега Хэл изобретают машину времени и попадают в 2001 год, где изобретают заново хардбас. Трупы, заботы, я крутю по твоей заботе. Раз, 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 эй. Ну и заодно придумывают хардбас «Гимн Россия». Путин бог с нами Россия, Путин бог с нами Россия, Путин бог с нами Россия, ты нам бомбай, не грози, бля. Наступает осень, просыпается Марьяна Ро. Мальчик, знаешь, мне так плохо. На репосты лайки плохо. Когда она встречалась с блогером, была блогером. Когда встречалась с рэпером, стала рэпершей. Даже страшно будет подумать, что случится, если она начнет спать с депутатом. Группа «Хлеб» решила разбудить в зрителях ностальгические чувства по песням группы «Корни». Вот что значит «Не нашли спонсора» и сделали годный клип. Помните легендарный трек Юрия Хованского про «Батю в здании»? Спустя три года выходит сиквел «Батя в здании 2». В котором Хова умудряется достать из пыльного чулана забвение Андрея Нефедова, Дэна Шмальца и Маши Шатровов. Кто все эти люди? И других некогда популярных, но забытых блогеров. Ютуб Шансонье Кузьма решил снять клип про типичного российского таксиста. Ехать все хотят с комфортом, но почему-то вызывают эконом. За такой клип не стыдно и пять звезд поставить. Октябрь 2019-го протаранила огромная фура с дизлайками. Что случилось? Чужого случилось. Реакция зрителей была немного предсказуема. Но было что-то не менее кринжовое, но хорошее. Например, клип Джарахова в образе охрипа. Эх, а Брайан говорил, что у него нет личной жизни. Этого пидора в химках видал. Деревянными членами торгует. Последний месяц осени и на сцену возвращается Литл Биг с неплохим косплеем на Барбоскиных. А клип Крэзи Мега Хэлла и Инстасамки ГТА побеждает в номинации «Самый неожиданный фит» 2019-го года. А на самом деле Инстасамку, как всегда, сыграл Кузьма. И у него идеально получилось. А вот уж кого мы не ждали в топе, так это Лиду, который доказал, что ностальгия по эмо-культуре вечно. Если что, мы не несем ответственности за то, что ты словил краш, смотря этот клип. Лида реально... Ае... Сосны. Наступила зима, по Нетфликсу начали показывать Ведьмака. По интернету расползается... Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Тем временем сам Геральт просит все заплатить Хованскому. Хованну отплатите подпиской своею, подпиской своею. Самый невероятный клип в плане организации съемок и приглашенных звезд. Балдеж Никиты Гридина. Тут есть Илья Мэдисон, подтянувший штаны и играющий самого себя в недалеком будущем. Самому Кузьме пришлось пролететь тысячи километров, чтобы в одном ролике мы смогли увидеть таких деятелей андеграундного ютуба, как Гительмана, Виджелинка, Геннадия Горина и многих других. Вернемся к Моргенштерну. Хотите увидеть клип, где он матерится всего два раза? А фитующий с ним исполнитель повторяет всего лишь одну и ту же нецензурную фразу. Эх, Клава, как она? Что же ты подписалась? Марьяна Ро тоже в конце 19-го смогла совершить новогоднее чудо. Выпустить клип, который можно смотреть и не вырвать себе глаза после этого. Музыка, можно сказать, малиновый звон. А Ильич и его команда, как всегда, подкупили зрителей своей музыкой и странным визуалом. Ну и наконец, Руслан Тушенцов насмотрелся клипов Лиды и решил повторить за ним. После этого в январе 2020 ни один блогер не пропускал интересные клипы. Зато в феврале Оли Шера и Витя Ака вышел очень атмосферный, кинематографичный, а самое главное, интересный клип. Правда, Моргенштерн не смог не вставить в клип несколько красивых девушек. Тем временем в секретных лабораториях МС Хованского продолжались работы по синтезу нейрорэпа, похожего на творчество Тима Белорусских. Эксперименты завершились успехом. Я на крыше, и все, что во мне есть сейчас, это грусть. О-о-о, ты на крыше. Сходство с оригиналом стопроцентное. В 2020 году группа Литл Биг должна была поехать на ипровидение с этой песней. Выиграть конкурс, получить награды и всемирную славу. Если бы по всему миру в марте не случился... Но эпидемия это одно, а варен особенный. Ему даже не нужно светить лицом, чтобы сделать крутой клип. Жаль, что он набрал так мало просмотров. Не лучшая ситуация была у Лиды. Его дисна-группа Френдзона хоть и выглядела интересно, но даже до миллиона не дотянул. И по факту являлся объявлением о переносе всех концертов. В мае 2020 природа на карантине настолько очистилась, что в клипе Литл Биг начали скуривать карандаши и гипнотически танцевать на столах. Если у вас ближе к концу ролика возник вопрос, почему в нашем ролике одни и те же лица спешим вас огорчить? Все креативные, но ленивые ребята надели кожаные штаны и ушли в ТикТок. Единственный новый игрок в музыкальном Ютубе сейчас перед вами. И даже в этой песне Саша Купер упоминает ТикТок. После этого начинаешь задумываться, а не умер ли Ютуб? Может быть год спустя топов уже не будет. Вернемся к старикам. В июне Крэйзи Мега Хэл делает ремейк клипа на песне «Верните мой 2007». Вот так звучит классика. А вот так ремастер. Пока Коля Ромадов, он же лица, переизобретал эмо-хардкор, Руслан смог создать новое направление эмо-хардбас. А еще в июне появилась песня, которая теперь звучит из каждого телефона, из каждой блютуз-колонки на школьном дворе, из каждой машины. Даже за стеной твой сосед включает это. Почему я должен обращать внимание на вот это нестриженное, не мытое, блядь? Середина лета. После ремонта и карантина открывают домашний стадион клуба «Динамо Москва». Какое отношение имеет к этому Клава Кока? Самое прямое. Она рекламирует его в своем клипе. Еще в середине лета вышел остросюжетный документальный фильм «Я, Гусейн Гасанов». А он вышел настолько странным и кринжовым, что Эльдар Джарахов сделал на него музыкальную пародию. Правда, потом ему пришлось извиняться перед гусями. Я хочу извиниться перед всеми гусями, которых я оскорбил сурочкой «У гуся и сосал, как гусян Гасанов». Ларин, похоже, сидя в отпуске, переиграл в Red Dead Redemption и решил сделать клип в подобной стилистике. И опять много интересных идей. Например, образ Иисуса Бармена. Но клип до миллиона просмотров даже не доходит. Спустя год отсутствия на YouTube на сцену возвращать этого клипа можно хотя бы за придуманное им приложение для тупой и беззадейной музыки под названием «Все окей». А про более мелкие пасхалочки вроде битов из Гачи Мучи мы вообще промолчим. А крайней песней будет музыкальная экранизация олдовой кулинарной передачи «Вкусные истории» от группы Little Big. Тот, кто смотрел, тот поймет, а курение карандашей вредит вашему психическому здоровью. Ну что ж, теперь итог. Вот такие клипы сейчас выпускают те, кто начинал свою карьеру на YouTube. Большая часть видео выглядит красиво и неожиданно, но их становится все меньше. Скоро ютуберов, снимающих клипы, придется заносить в красную книгу. И чтобы подвести итоги, напиши в комментарии, YouTube, каких годов тебе нравится больше всего. Я, например, кайфую от 2016. Мне спустя столько лет кажется, что раньше было лучше. Ну и давайте под этим роликом наберем 20 тысяч пальцев вверх, чтобы почтить память олдов. Подписывайся на канал, нажимай колокольчик. А с вами была Вика, скоро увидимся. Пока-пока. Академия порядочных парней Субтитры создавал DimaTorzok